День, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передачи «Якутск сегодня» у микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. 20-21 июня в Амге пройдет национальный праздник Игэх Оланхо. И у нас сегодня в гостях в нашей студии плотная бригада из Амгинского Улуса, главные практически организаторы этого мероприятия масштабного нашей республики. Иларионова Нергуяна Ивановна, заместитель главы по социальным вопросам муниципального района Амгинский Улус район. Иванов Иван Федорович, начальник управления культуры и народного творчества Амгинского Улуса. Егорова Тамара Петровна, этнопсихолог, руководитель общественной организации «Бетунтумсю». И Григорьева Виктория Георгиевна, преподаватель Амгинской детской школы искусств имени Анатолия Александровича Черемных. От всей души я вас приветствую здесь, у нас в студии. Очень рада вас видеть. Буквально остались считанные дни. 22 дня, если будет еще точно на сегодняшний день. Ну, мы следим за новостями и видим то, что идет активная подготовка и строительство. Слав тебе, Господи, идет все по графику, под чутким контролем главы муниципального района и ответственных структур. Председателя Организационного комитета Сергея Васильевича Месникова. И Григорьевна Ивановна, расскажите, пожалуйста, как идет подготовка, сколько ответственных групп, которые отвечают за питание, за встречу. Это же такая масштабная работа. Да, мы ожидаем примерно где-то около 30-35 тысяч гостей. Ну, примерно по нашим посчетам. Но это мы считаем как бы организованные наши участники Сы-Халон-Хо и наши гости неорганизованные участники Сы-Халон-Хо. Ну, вот как-то так уже издавна, это все-таки 17-й Сы-Халон-Хо, это не первый, не второй, уже у Сы-Халон-Хо есть свои какие-то традиции. Каждый улус вносит что-то свое в каждый из их. И вот как-то так получилось, что считают во время Сы-Халон-Хо, что есть организованные гости, что есть неорганизованные гости. Но организованные гости, это у нас делегации всех наших улусов, это участники культурной программы, это участники всех наших конкурсов. А конкурсов у нас тоже довольно-таки много. Это традиционные, начиная от конкурса исполнителей Сы-Халон-Хо, заканчивая. Но мы об этом еще будем, когда Иван Федорович намного подробнее об этом все расскажет. У нас есть новшества очень хорошие, особенно вот касаемо, скажем, регионального, ну, культурного кода амгинского улуса. Вот, ну, Сы-Халон-Хо, как я уже сказала, это 17-е Сы-Халон-Хо у нас, начиная с 26-го года. В 2023 году первый указ нашего главы Илдархана Айсена Сергеевича, это был 9 января, был указ о проведении Сы-Халон-Хо у нас в амгинском улусе. Вот. Председателем Оргкомитета, как я уже вот тоже сказала у нас, уже который год тоже выступает заместитель председателя правительства республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Мясников. Заместителем председателя этого Большого Оргкомитета является наш глава Степан Николаевич Кузьмин, ну и соответствующие все министерства. Ну, основное министерство все-таки, это культурное мероприятие, это министерство нашей культуры и духовного развития, министерство строительства, министерство инноваций. Ну, где-то около 6-7 больших комиссий по транспорту, по строительству, по связи, по обеспечению безопасности. Все задействовано, и вот буквально две недели тому назад Сергей Васильевич организовал у нас выездное совещание, где были рассмотрены именно те вопросы, которые остались на сегодняшний день решить. Все члены Оргкомитета, и мы, в принципе, довольны тем, что у нас уже программа утверждена, и сам Сергей Васильевич, и другие члены Оргкомитета говорят о том, что вот нынче, как никогда, да, за сколько дней, ну, чуть ли не за месяц Сахалонха уже основная программа утверждена, которая состоит из 80 различных мероприятий. Ну, Ангинскому району, я так считаю, ну, исходя из собственного опыта, не привыкать к таким масштабным мероприятиям. Я чувствую прямо даже на таком расстоянии, что все организовано, все до ниточки там, да, всяких... Мы очень стараемся, мы очень стараемся. Ну, все-таки осторожно об этом говорим. Да, да. Иван Федорович, вы отвечаете практически за самый ответственный блок, да, вот, за открытие, закрытие мероприятий. Так, ну, добрый день, уважаемые зрители, слушатели. Действительно, осталось очень мало времени до самого ожидаемого тоже события, одного из ожидаемых событий нашего лета, да, Сахалонко. Как все уже знают, Сахалонко у нас пройдет 20-21 июня на благодатной земле Ангинской, но мы начинаем 19-го числа. То есть 19-го числа по культурной программе у нас начинается открытие выставок, презентация книг, выпущенных в Сахалонко, открытие памятников, которые специально к Исахалонко тоже построили, да, открытие тюхюлюкея, кузнецов и так далее, и так далее. Много мероприятий у нас начинается уже за день до этого. И с 19-го на 20-е число мы уже встречаем солнце. Мы будем встречать солнце, обряд встречи солнца у нас будет в ночь с 19-го на 20-е. Вот сейчас это очень, очень нужная информация для наших радиослушателей, для наших телезрителей, которые собираются поехать. То есть уже можно выезжать в Ангинский Улус? 19-го. Числа 18-го? 18-го, да-да-да. И вы уже готовы прямо с 19-го встречи? Да-да-да, полностью у нас, да, все в программе отражено. И с 19-го числа уже начинается вся вот эта активная культурная программа. И, как я уже сказал, обряд встречи солнца состоится с 19-го на 20-е число. 20-е в 11.00 традиционно мы проведем обряд, церемонию открытия. Церемонии 21-го тоже традиционно вечером по 17.00 мы торжественно закроем наш церемонии и передадим наш церемонии. Это дога, символ нашего церемонии, уже следующему устроителю, главному устроителю церемонии, это Нирангинский район. Ну что если сказать про особенности нашего церемонии, это, конечно же, наши различные культурные программы. Вот на протяжении последних трех лет наши амгинцы, наши мастера, мастера-умельцы, народные мастера и просто даже жители наших нослюков воссоздают картины нашего народного художника Михаила Михайловича Носова. Это, то есть, уникальные работы. Вот, допустим, мы видим картину Михаила Носова, и они вот точь-в-точь воссоздают ту картину, которая как нарисована, какие каноны использованы и так далее, и так далее. Все вот воссоздание этой картины. И вот мы должны сделать как-то вот театрализованно представить его зрителям. Именно вот тоже одно, одним из главных событий и мероприятий этого церва 20-го числа после открытия, после обеда в 16.00 в Тойон-Тюгюльге мы проведем вот именно театрализованные действия, именно показ вот воссозданных картин Михаила Носова. Ну это же оживление картин, ожившие картины Носова. Это же такая масштабная, кропотливая работа. Да, да, да. Это идея моего предшественника, начальника управления культурой Амгинского района, которая отработала более 20 лет, Евдокия Михайловна Сутакова, почетный гражданин Амгинского района, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Она очень вложила большой вклад в это дело, это ее идея, и вот благодаря этой идее создаются, и на сегодняшний день прямо последние штрихи наносятся, скажем. И это будет тоже такое хорошее событие. Ну помимо этого, конечно же, у нас в этом году известный мелодист, исполнитель песен Валерий Ноев, Валерию Ноеву исполняется 85 лет, и в связи с этим по его песням у нас будет тоже концерт для наших гостей. Также у нас будет Ки-Хэнни Сюрюнгэ, имени, вот, песнями Ольги Ивановой Сидоркевич тоже, да, с участием дочки из города Москвы Ольги Геляревны Сидоркевич, тоже большой концерт. Она специально приедет на цеху Лонгко, уже купила билеты. Ага, помимо этого, конечно же, мы покажем наши постановки Лонгко, это, конечно, наша художественная самодеятельность, наши наслега, это амейский наслег покажет по мотивам Лонгко, а лабол кунчевие спектакль. Помимо этого, Тойян Джагарма, детский спектакль поставить, и так далее, и так далее. В общем, очень обширная программа, конные скачки традиционные, которые тоже, да, планируются, как всегда, пройдут тоже на очень таком организационно-масштабном уровне, 7 забегов у нас будет, да. Ну, а МГА любит конные скачки. Да, это прямо конные скачки. Вот, зрители у нас любят и требуют даже, чтобы все это было красиво, подано, и как-то вот все это красиво выглядело. И вот в этом году тоже вот масштабно пройдут конные скачки. Также у нас, если говорить о спортивных состязаниях, тоже в этом году будут, ну, нововведения тоже будут, да. Если говорить по-якутски, то будет маннык, арыла капсагайден, да, они натирают тело арынан, сливочным маслом, и будут на капсагайден. Эти кирихтах, ну, вот это тоже очень интересно, да, будет зрелищно и интересно для зрителя, да, очень зрелищно. Ага, и помимо этого, конечно же, ну, традиционная стрельба из лука, да, ламэнди, это все будет, вот, многоборья тоже будет, и показательная стрельба из лука верхом на лошади. Ну, я чувствую, что вот после этого эфира, зрители и радиослушатели, которые это услышат, все поедут. Ну, вот, действительно, мы приглашаем именно всех наших слушателей, зрителей, вот, да, к нам приехать в Амгинский район, именно вот на Сы-Холон-Ко, почувствовать всю эту атмосферу, поучаствовать в нем, да. И вот хочется отметить именно работу наших земляков, всех жителей Амгинского района, которые действительно на сегодняшний день внесли очень большой вклад в организацию нашего Сы-Холона. Это каждый наслед, вот, недавно у нас проходила церемония вручения всего этого, да, вот, буквально год назад мы дали каждому наследу тоже задание с района, да, сказали, чтобы они предоставили для нас, как бы для организаторов, для общего использования. А, в общем, получается, для гостей Сы-Холона, для всех гостей Сы-Холона предоставили по 214 штук олбок, ну, это сидушки, да, из сукна, специально они шили наши мастера цветные, красивые, и получилось более трех... По всем канонам, скажем, даже так, ошитые. По всем канонам шиты, и получилось более трех тысяч штук. Также хочется отметить, что Салама, вот, именно сделали, ну, как по-якутски говорится, это ситихатлар, да, вот, именно, ну, скажем, веревку Салама сделали, вот, традиционно, из конского волоса, наши мастера, да, а именно, реально из конских волос, и это шесть километров, шесть тысяч метров, представляете? Это все будет такая красота, да, вот, это все наши жители, наши жители каждого наследия района, да. И, вот, им хочется, вот, благодаря, то есть, сегодняшним эфирам тоже передать большую благодарность от имени организаторов, от имени администрации района. Также хочется отметить большую работу, которая ведется именно к открытию Сахаламка. Сахаламка мы в этом году будем открывать, если мы говорим об особенностях, да, открытия, вот, ну, бывает там театрализованное представление, как все это, но, если мы сейчас говорим об особенностях, мы твердо и уверенно можем говорить, что мы будем открывать традиционным исполнением Олан-Хо, воссозданными именно мотивами Устина Гаврилевича Нахсорова. У нас будет театрализованное представление Олан-Хо-Ды-Рейберген Устина Гаврилевича Нахсорова. Оно будет традиционно исполняться, и, конечно же, театрализованное действие будет в исполнении театра Олан-Хо-Цирка, да, потому что на сегодняшний день главным режиссером у нас назначен уроженец тоже нашего Амгельского района, наша гордость, Сергей Васильевич Расторгуев. Обрядовую часть, за обрядовую часть у нас отвечает тоже наша гордость, наша землячка Мария Маркеловна Маркова, вот, и все это действие, как бы, ну, амгинские делают, да, и это тоже, да, и это такая гордость, что в свете искусства, культуры, вот, именно наши вот деятели культуры будут, ну, ставить вот открытие, да, это все действие, вот, ага, и хочется отметить, что мы будем особый уклон в обрядовой части делать на кулун-атахскую культуру, кулун-атах культура, это день тюнг-былыргы, то есть вот наша древняя культура кулун-атах, это последний этап, срдыгский этап этой культуры, именно в Балагурской местности, тоже в Амге, да, это ученым и доказано, Розалией Наконитиной Бравиной, Анатолием Игнатьичем Гоголевым, именно вот те раскопки в 70-м годах, да, что раскопки и так далее, все это доказано, да, и вот кулун-атахская культура, что древние якуты, да, именно вот на Амгинской земле жили, проживали, вели быт и так далее, все мы вот это все будем... Это скотологическая культура. Да, все вот это вот будем... Научно обосновано. Научно обосновано, все это прописано в нашей концепции проведения цехоломка, но мы все это будем показывать, все это будем, ну, как бы доказывать, показывать и так далее. Чтобы зрители умерли. Архаично, традиционно мы будем делать обрядовые действия. Ну и вот такое красивое описание, я же визуал это все в главе только расписала, и мы такие, да, надо туда ехать и смотреть все это, да. Да-да-да. Виктория Георгиевна, вы отвечаете за издательский блог, за тот блог, который оставит историю проведения ИГХ Улан-Хо в Ангинском Улузе. Расскажите нам про это. За последние два года Улузной ассоциации Улан-Хо проведена большая организационная работа по выпуску научных изданий. И самым большим нашим историческим событием это будет осуществление замысла Пекарского и нашего земляка, выдающегося российского этнографа Виктора Николаевича Васильева по выпуску Алан-Хо, предшественника Чебия, его учителя, и Михаила Ефимовича Новикова «Мелек Михайля», и второй Алан-Хо – это Филиппа Егорова из Бетюнска, Ивана Слега, который в 1906 году записал Виктор Николаевич Васильев. Работу подготовили сотрудники ИГИ, Данилова, Аросина, Николаев, ответственный редактор Покатилова. Следующим уникальным изданием можно называть работу по трудам самого Виктора Николаевича Васильева. Книга называется «Полевые труды. Экспедиционные материалы по Сибири, Северу и Дальнему Востоку». Подготовил составитель Артём Николаевич Ефремов, и ответственным редактором была у нас Екатерина Назаровна Романова, которая провела очень большую работу с исследователями кунсткамеры. Вошли туда статьи Павловской, Бобровой, Сём, Марголиной, также статьи наших сотрудников Музея Ярославского решетниковой Кривогорницына Старостины. Поэтому это очень большая работа. И книги были изданы, моя монография была издана, эпические песенные традиции народа Саха в творческом наследии Устина Гавриевича Нахсурова. И сейчас тоже издается вторая книга. Также издана книга о Анисе Данииловне Сафроновой, «Олухоганам Матолох». Ну и другие книги. Просто сейчас за неимением времени я, наверное, смогу. Про это можно делать отдельную передачу, отдельный выпуск. В пользу случая я хочу всё-таки поблагодарить людей, которые всегда обращались к творчеству наших Алан Хасутов, Василия Васильевича Ларионов, Светлана Дмитриевна Мухоплёва и многие-многие другие. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня в гости. И до новых встреч. Спасибо. Ещё раз добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск. Сегодня» у микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Николай Слепцов Айдын и Михаил Эверстов. 20 и 21 июня в Амге Амгинского Улуса пройдёт национальный праздник «Эгэх Оланхо». И у нас сегодня в студии Лазарев Нергун Петрович, доктор физико-математических наук, профессор Института математики и информатики. Здравствуйте. Здравствуйте. Прокопьева Нохсорова Мария Михайловна, доктор педагогических наук, профессор Педагогического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, внучатая племянница Устина Нохсорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Кугунуров Владлен Васильевич, кандидат филологических наук, директор Института зарубежной филологии и региановедения Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте. И Ефремов Николай Николаевич, доктор филологических наук, профессор, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Здравствуйте. Добрый день. Отдельно хочется отметить, что все мои гости родом из Амгинского улуса. Приветствую вас у нас в студии. Поздравляю вас с наступающим национальным праздником Игэх Оланхо, который пройдет у нас на родине. И, конечно, к Нергуну Петровичу у меня первый вопрос. Про Игэх Оланхо, истории. Девутовс. Ну, Игэх считается, что первым провел Эллей, Эллей Аи, некоторые так пишут, святой Эллей переводят. Вот он первым, получается, провел Игэх, то есть вел специальные такие обряды, сервитом на якутском, Исэх, он предназначен для высших сил АИ, то есть у Исэха много сторон, и одна из сторон состоит в том, что он предназначен высшим силам АИ, также духом Итчи, и с учетом трехсоставной структуры человека, имею в виду Боркут, Цалгынкут и Якут. То есть с учетом этих всех моментов провели первый Исэх, Лей Святой АИ. — Идти, это было? — Ну, это, когда было, я не могу сказать точно. — А когда вот Амгинский район, все же организационные вопросы начинались, вы в этом плане им объясняли, что вот эти вот все соблюдения? — Нет, это не моя компетенция. — Наверное, после X века, я так предполагаю, я тоже не специалист, конечно, по поликлору, где-то так, давным-давно это было, где-то после того, как из Юга вот пришли наши предки сюда, где-то вот в XI-XI веке, видимо, это событие произошло. — И несмотря, вот сколько вот веков прошло, Якуты до сих пор соблюдают по всем правилам конкерсюйте, все эти обряды, сертон. И вот сейчас это мы все увидим в Амгинском области, да, 20-го, 21-го числа. — Якуты в любом случае, вот чем я горжусь, да, и вот я горжусь тем, что я живу в республике Саха-Якутии, я очень горжусь, что я по национальности якутка, ну, там, не считая то, что у меня нету кореец, да. Мария Михайловна, вот сейчас как подрастающее поколение, как вы их взращиваете, в каких вот, чтобы они знали и почитали свои обычаи, свою культуру? — Так, конечно. Олан-Ко — это мудрость наших предков. И благодаря концепции национальной школы, разработанной Егором Петровичем Жирковым, значит, это где-то начало 80-х годов, во все школы, детские сады стали изучать Олан-Ко. Оно вошло в программу воспитания детей до школьного возраста, ТОСКОЛ называется, а в начальных школах и в средней школе были уроки КСКО, Рюнолан и так далее. И с этих пор всё-таки произошло изменение самосознания народа и детей, я считаю, потому что сегодня как раз-то мы наблюдаем именно детей, воспитывавших именно на этих традициях, которые уже знают, что такое фольклор, Олан-Ко, Чалар-Хак, ТОЮК. Все умеют играть на хамусе, почти все. И есть такие дети, которые, уже второе поколение пошло, которые уже передают свои умения, знания, умения, навыки своим детям. То есть уже семейные ансамбли мы наблюдаем и так далее. До этого, значит, период нашего детства такого не было. Я соглашусь, да. Какое-то затишье было. Затишье было. И ещё я могу сказать о том, что мой отец тоже пил, конечно, Лон-Ко, но тем не менее, когда на Сехе в Абаге, где я выросла, значит, когда он запевал Сохой, значит, очень мало людей танцевало. Более того, значит, он приходил домой и огорчался. Говорил, о, это Сохой, это наша традиция, значит, это объединяющая сила, созидающая сила. И жалко, что вот не умеют и не хотят этим заниматься. Поэтому это я всё и в семье видела. У нас в семье, конечно, было преклонение перед нашим родственником, Даустином Гавличем Нахасаровым, его традиции, его песни, которые были записаны в фильме «Мелодия». Более того, он же единственный выступил на концерте Победы в Москве, был единственным приглашённым из числа таких народов, из якутского народа, допустим. И, конечно же, его пение, его выступление на Тверской, прямо в концертном зале имени Чайковского. Разве это не гордость для нас всех? Ну, для семьи это, конечно, было. И всегда у нас хранились памятные какие-то, шарф его сохранился, кстати, да. Я его обязательно увезу нынче в МГУ. Там будет выставка, грампластинки, фотографии. И по этим материалам можно проследить. Поскольку он был не только Олан Косов, народный певец, он же исполнитель и автор пяти мелодий из десяти номеров Нюргун-Батры. Об этом скажет Виктория Георгиевна, она доказала. И, как говорит Лавиона Василий Васильевич, говорит, сегодня нет Олан Хосута, которого так бы был изучен науки и доказательные его базы. И нотирование, и записи. Ну, всё восстановлено. Ещё могу сказать о том, что он не просто Олан Хосут, одарённый природой, но он ещё советско-партийный работник. И то, что он оставил своё наследие, не просто записи, рукопись Олан Хосута, но одна рукопись пропала. Специалисты об этом знают. Но то, что его... Отрадно то, что его Олан Хосут, именно исполнением Олан Хосута, Солгиолады Рейберген, откроется наш юбилейный цех. Вот мы тогда увидим и услышим. Вот так. Спасибо большое, Мария Михайловна. Так столько... Вот этот шарф у вас не просит в музее? Очень даже просит. И его мы показывали, когда проходил юбилей в Сахотеатре. Был выставлен костюм, и шарф уникальный. И мне самой тоже очень интересно стало вас слышно. Реликвия. И ещё есть одна Маллара Гет, и вот только амгинские мастерицы сшили Маллара Гет слюдой. Слюда же у нас усьмая, рядом же добывается, и поэтому оказывается, амгинские мастерицы, только у них я наблюдаю. У меня такое тоже есть, я тоже увезу вам, чтобы показать. Ну, он прям тоже такой раритетный, исторический. Конечно, потому что вот эта слюда, она обрамляет, и как будто бы серебром прошита. На самом-то деле это слюда. Вот так. Мария Михайловна, я специально подойду к вам, чтобы обязательно это посмотреть. Да, это Дом культуры имени Устина Нахсарова, центр амгинский, вот они уставляют. Спасибо, Мария Михайловна. Владимир Васильевич, у вас тут перевод, я заметила уже, да, вот он, Ну, я хотел немного рассказать в силу специфики нашего института, о том, что, конечно, Улон-Хо наш, это как наше очень уникальное культурное наследие, достояние, мы должны дальше популяризировать, сохранять, и это мы делаем тоже вот за счет перевода на иностранные языки, да? Да. Улон-Хо был переведен, конечно, уже давно, давно, первые переводы были сделаны полицильными, учеными, исследователями, иностранцами, и... Иностранцами? Да, ну, первые были иностранцы, ну, как иностранцы, это были, например, Отто фон Беттлинг, русский ученый, и немецкий ученый, да, известный, который написал известную еще работу о языке якутов на немецком языке, немецкоязычный ученый, но академик, академия наука, да, императорская академия наук России, и вот он в свое время одним из первых в переписке с уваровским ученым нашим, например, перевел Олон-Хо на немецкий язык, И, вообще говоря, Беттлинг ввел впервые в научный оборот понятие термины Олон-Хо и Олон-Хо-Суд, вот, ну, и другие работы были переводы, например, Дуглас Линсей, Янкель, Жак Кару, сотрудник Национальной библиотеки Парижа, он сотрудничал с нашей тоже коллегой Линной Михайловной, Сабарайкиной, и вместе они тоже потом переводили фрагмент Олон-Хо-Нюргун-Батур стремительный на французский язык освобождению Нюргун-Батуром хан Джагастая, вот, и другие работы, конечно, были, и на турецкий язык, более, ну, скажем, новейшие, да, были переводы ученых турков, и самый, наверное, большой труд был сделан в 2014 году, вышел в свет перевод полного текста Олон-Хо-Юнского, Нюргун-Батур стремительный, это была очень большая работа большой команды под руководством, тогда она была зав. кафедры перевода у нас, кандидат филологических наук, доцент, находки на Элина Александровна, и там была большая команда переводчиков, ну, и нашего института, и выпускников, и студенты помогали, и это издание, благодаря поддержке СВФУ, ректора тогда, да, Евгения Сайловна, оно было издано в Лондоне, в издательстве Ренессанс Букс, но это получается утром на 10 лет назад, и сама работа, вот весь текст, он был очень, ну, объемный, естественно, несколько, много лет переводили, работали, предваряющая работа была очень большая, потому что переводили, и в этом была уникальность этого перевода, прямо с якутского языка, это было впервые, потому что предыдущие работы в основном делались на переводе на русский язык Державина, Романова, до известных работ, а здесь вот прямо с якутского языка, и поэтому была такая предварительно большая работа, научные методические семинары были с институтом Олан-Хо, когда наших переводчиков учили сначала, да, исследовали, какие лучшие эквиваленты находить для перевода очень сложных метафор, там, да, мы знаем, что наш якутский язык, эпоса, тем более, он очень непростой образный, очень сложный, и вот для того, чтобы все это изучить, такая большая подготовительная работа была. Главная задача сохранить оригинальность. Да, да. Могу добавить еще. Первым исследователем наследия Устина Гаврилевича Нахсорова является профессор Кембриджского университета Эдуард Алексеев. Да. И его исследование еще в начале 60-х годов, и они все в архиве этого университета лежат. У него популярные статьи в Крыме, в газетах популярных, значит, и в других изданиях, и до сих пор, значит, они являются ценным материалом для исследования и Алан-Хо-Суток, и Алан-Хо. Поэтому, благодаря таким людям, вот мы сохранили по крупицам. Вот именно по крупицам такая масштабная работа еще и переведена на несколько языков. Да. На корейский язык, на немецкий язык. Еще и на корейский язык. Да, наш почетный профессор Сыву, Кандуксу, в свое время тоже перевел один фрагмент, ну, Алан-Хо, на корейский язык. И в будущем вот наша задача, конечно, в том, чтобы и на другие языки, и на китайские, и на японские языки тоже переводить, и тем самым сохранять и популяризировать наше наследие. Ну, китайские, мне кажется, они очень будут заинтересованы в этом. Это и есть наука. Да. Она без границ. Николай Николаевич, вот вы тоже к нам пришли, и столько фотографий принесли. Ну, я хочу немножко рассказать вот историю записи вот амгинских лонгкосуток. И вот как вот недавно в своей публикации отметил профессор Василий Илларионов, подготовка вот в Амге к цеху лонгкосуток началась именно в 1906 году. Это в начале 20 века, получается, да. Это связано с тем, что вот значит, уроженство из амгинского селения Виктор Николаевич Васильев, этнограф. Он по заданию кунсткамер вот прибыл на свою родину зимой 1906 года и сумел собрать четырех лонгкосуток из хаяхсистского наследия вот нынче Чарапинского улуса, и мистского наследия двоих лонгкосуток. Это значит, Малех Михаил Новиков Михаил Ефремовича и Чавия Захарова Васильевича и Смечунцев и Егорова Филиппа. И он очень такое за короткое время сумел записать четыре текста лонгкоса очень качественно. И записал прямо запись он ввел днями и ночами. Например, лонгкосу тепловых он записывал 19 дней и ночей без перерыва. Даже лонгкосу не мог выдержать. Хотел даже пораньше уехать на свой поселок хаяхсист, но он уговаривал и так очень объемно лонгкосу записал. А вот лонгкос Сявия Алла Вулкана славится. Сейчас была в марте конференция, там спектакль поставили, его саблики очень интересные. И вот отрадно, что этот лонгкос ваш он не был издан при Жижне Васильево, был издан только в 1994 году, и с изданием этого лонгкоса вернулось имя самого Васильева. Мы совсем его забыли, Виктор Николаевич, поскольку он жил в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде, и в 1931 году скончался. И вот таким образом эта история записи Амбинского лонгкоса очень интересная. Я думаю, молодые исследователи еще выникнут в этот вопрос. У вас в следующих тренажах. И надо сказать, что Амбинское селение село Амга не только было центром земледелия Северо-Востоке, Россия, Сибирь, но и центром распространения якутского языка и якутской культуры, поскольку все пришли. Ну, конечно, Пашин и Кристиан в Ростоке нам жили. Спасибо, Николай Николаевич. Пришли на якутской языке и якутской культуре. Спасибо всем большое, что пришли к нам в гости. Да, 20 лет у нас так пролетели. Алина. Алина. Алина.